Славик, вам не кажется, что полицаи начали понимать, что творят наши правители? Там есть две категории. Есть категория люди с мозгами и категория люди без мозгов. Те, которые с мозгами, они и раньше все прекрасно понимали. Те, которые без мозгов, они никогда не поймут, как даже все случится. Они говорят, а что, все кончилось, что ли? Все улетели, а мы остались, как в том анекдоте. Помните, когда самолет падает, Те, говорит, что пристегнитесь. Сейчас мы, это у нас такой специальный самолет, мы сейчас приводнимся, охладим двигатели, а потом взлетим и полетим дальше. Ну и как об воду шлепнутся. Два одессита всплывают, один Лева, а я не понял хохмочки. Все улетели, а мы остались. Вот так и здесь. Славик, как по вашему мнению, изменится стратегия ФБК? Да никак не изменится. Будут работать только из-за рубежа, потому что другого варианта нет. И все. Ну, с точки зрения, вот сейчас, когда признают этим, господи, экстремистами, террористами, конечно, ну, начнут душить организации, сеть горизонтальных организаций по России, да, конечно, они начнут это душить. Конечно, они начнут запускать провокаторов, которые там будут какие-то вещи делать, как с сетью, там, кого-то куда-то агитировать и так далее. Поэтому посмотрим. Я думаю, что путинцы будут теми же путями, с которыми они работали вначале там с Хибуд, этот, Тахрир, да, с мусульманскими организациями, потом стали так и работать с артподготовкой. Теперь они также будут работать с ФБК. Они что-то другой, что ли, смогут сделать? Конечно, нет. Как вот с этими, которые якобы хотели на Лукашенко там покушаться. Это же тот же самый вариант. Те же самые подлянки и подставы. Слава всему, все пусть называют шакалом табаки. Это какая-то новая шутка. Я все пропустил. Ну, он там говорил про табаки, про Шерхана. Он говорил в своем послании. И дурак. Не надо было ему вспоминать это. Понятно, что сразу же к нему это прицепится, потому что он вылитый шакал. Он вылитый шакал. Ему вообще не надо было упоминать табаки. Вячеслав, а может быть, россияне вообще не способны создать нормальное справедливое государство? Странно. А почему это нет? Ну, посмотрите, я всегда пример привожу. Есть Северная Корея, есть Южная Корея. Южная Корея нормальная, богатая, справедливая государство. Относительно справедливая. Более-менее справедливая. Ну, гораздо справедливее, чем Северная. Северная Корея? Нет. Это одна страна. Там живут корейцы. Одна страна. Только одна страна справедливая, а другая несправедливая. Что же, какие-то на севере другие люди, что ли, живут? Нет, такие же корейцы, родственники Некоторые там братья с тёрстрами Некоторые убегают северно И прибегают в южную И начинают жить, как все на юге Понимаете, поэтому Наверное, дело не в этом Мы китайцы, как забирать Будем своё Вы интересный Человек Пока нет никаких Оснований полагать, что у нас Останется хоть что-нибудь Хоть кулачок Русской земли останется, хоть один Русский человек останется Нет ни одного основания полагать Он говорит, а как мы будем забирать Как сохранить Сейчас идёт вопрос, как хоть что-нибудь Сохранить, какое-то народное Население, какую-то Хоть какую-то территорию Понимаете, вот о чём идёт речь А не о том, чтобы что-то отнимать Отнимальщиков много у нас Ну, если мы сохраним То отнять мы завсегда можем Вы же знаете, наш народ А насчёт отнять Это даже не беспокойтесь Отнимут у китайцев У кого хотите отнимут Главное сохранить себя А отнять-то мы всегда отнимут Вот это лучше всего мы умеем делать А отнимут у китайцев Смотрим Продолжение следует...